Шумбра-трав Они любопытны и любознательны. И они остро нуждаются в ярких красках и образах. А национальная культура – это уникальное средство для передачи народной мудрости и красоты. Радует, что во многих районах нашей области погружение детей в родную культуру происходит уже, начиная с детского сада. Музыка 14 мая в Деметровградском детском саду «Автушка» прошел городской семинар по теме «Этнокультурный мордовский компонент в дошкольных образовательных организациях». Такое серьезное название отнюдь не подразумевало длинных серьезных докладов и научных дебатов. Был настоящий праздник для педагогов, детей, родителей, на котором можно было заглянуть в мордовскую избу, полюбоваться на экспонаты выставки народных кукол, изучить на практике элементы национального танца и даже принять участие в настоящих мордовских посиделках. В детском саду «Автушка» звучат мордовские мелодии. В дошколке идет городской семинар, на котором воспитатели делятся опытом этнокультурного образования детей. Наш детский сад уже много лет работает в городском инновационном режиме. Тема называется «Приобщение к культуре народов по Волжье». «И один из этих компонентов, конечно, это мордовская культура, мордовский язык, мордовский народ. Сегодня мы проводим в нашем детском саду семинар, и уже это третий семинар, который посвящен этнокультурному компоненту, мордовскому компоненту в дошкольных учреждениях. Мы хотим рассказать про свой опыт». А опыт в Димитровградской дошколке действительно большой. Работа ведется во взаимодействии с национальными культурными автономиями, родителями. К примеру, здесь есть даже библиотека с книгами на мордовском языке. Начиная со знакомства с национальными сказками, дети познают культуру народа. «А также мы вас хотим познакомить с национальным мордовским костюмом, в котором большая часть преобладает красный цвет. Красный цвет, потому что это оберегает мордовскую женщину. И как бы цвет солнца, цвет добра. То есть, если в мордовском народном костюме присутствует взрослая шапочка, это вот такая шапочка, а девочки носят просто ленточку с помпошками. Это означает, что девочка молодая, невинная, то есть и собирается выйти замуж». Коллекция кукол в национальных костюмах – лишь малая толика замечательного национального мордовского музея, который создан в детском саду. «Музей у нас начал создаваться с самого начала работы нашей мордовской автономии. Музей создавался руками родителей и наших воспитанников. У кого что-то дома лежало, старое, бабушкиных сундуках, всё приносилось в наш детский музей». Быт, культуру и традиции мордовского народа малыши познают и в своих группах, в которых организованы небольшие музейные уголки. Любовь и уважение к малой родине ребята впитывают вместе с мамами и папами. До школки существует родительский клуб «Вастома», что означает «встреча». На семинаре, а точнее сказать, на праздники, которые организовали в Автошке, воспитатели и дети показали и национальные танцы и исполнили песни, а также научили всех мордовскому танцу, в котором каждое движение имеет своё значение. «В этом детском садике ведётся большая работа по воспитанию детей, и, я думаю, через них и их родителей. Потому что родители, как правило, если ребёнок готовится к какому-то празднику, естественно, готовят его или стихи учат, или какие-то элементы костюма шьют и изготавливают. И, конечно же, в этом смысле мы с вами работаем, делаем очень великое и большое дело в том смысле, что мы растим, детей готовим к будущей жизни в многонациональной семье российской». Татьяна Елисеева, Анжелика Боровинок, Александра Кондратьева. Главные новости любимого города. 18 апреля. Чердоклинский детский сад «Рябинка» ярко и красочно отметил 170-летие Авксентии Юртова. Воспитанники сами рассказывали о первом просветителе мордовского народа. Дети исполняли песни на резианском языке, танцевали, играли в мордовские игры и вместе с родителями пробовали блюда мордовской кухни. И сегодня у нас в гостях заведующий Чердоклинским детским садом «Рябинка» Светлана Шаброва. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте. Мы в наших программах рассказываем, что в школах изучают школьники мордовский язык как предмет. Вы же работаете с дошкольниками. Как у вас это получается? С сентября 2023 года была введена федеральная образовательная программа дошкольного образования. Так вот, в ней указывается на два основных направления. Это обучение и воспитание ребенка дошкольного возраста как гражданина Российской Федерации на основе гражданской и духовной идентичности доступными средствами. А второе направление этой программы – это приобщение детей к традиционным духовно-нравственным и социокультурным ценностям, уважающего свой народ, свою культуру и свою семью. Потому что семья начинается, конечно, с малой родины, а потом и большая родина. Вот любить и уважать, сохранять традиции. И проанализировав вот эту новую программу, мы пришли к выводу, что мы этим занимаемся уже более 10 лет. Раньше мы проводили большие фестивали народного творчества, на котором были представлены сразу несколько национальных культур. Чувашская, татарская, мордовская, русская. То потом пришла идея проводить углубленно праздники с национальной культурой. И вот в этом году мы уже провели праздник татарской народной культуры, русской культуры. И в последний из праздников был шикарно проведен праздник мордовской народной культуры. Ну, все началось с того, что пришло письмо на управление образования с просьбой провести в нашем Чердоклинском районе, на базе одной из школ или детского сада, такой праздник, посвященный 170-летию со дня рождения Юртова. Были разосланы приглашения по школам, и мы, прочитав это приглашение, сразу откликнулись и решили именно на нашей базе, в нашем детском саду Рябинка, провести этот праздник. Началась большая подготовка. Это и поиск, шитье костюмов, это сбор атрибутики, чтобы украсить выставку на первом этаже нашего сада. Мы разыскивали мордовские семьи, чтобы пригласить их на наш праздник. Кстати, в нашем детском саду мы провели диагностику и посчитали, что у нас около 11% мордвы. И примечательно, что на праздник приехали гости с разных автономий. Мы пригласили не только гостей из мордовской автономии, но и пригласили для того, чтобы насладились таким мордовским праздником, гостей и татарской народной автономии, культурной автономии, вернее, чувашской автономии. И все пришли к нам. Мы также пригласили отдел ЗАГС, потому что нам удалось найти семью мордовскую, которая проживает в совместном браке около 40 лет. И исполнялась вот эта вот дата в этом году. Семья Прохоровых у нас была. Примечательно, что они были очень растроганы, потому что представители отдела ЗАГС подарили им на память сувенир и поздравительный адрес. В зале были гости и родители наших воспитанников, бабушки, дедушки. Все находились в зале. Зал был украшен в форме мордовской избы. Ведущая в народном мордовском костюме вела праздник. Искали тоже ведущую на эту роль, потому что все-таки должна быть сопричастность с мордовской культурой. У нас нашлась такая воспитательница, как она сказала, я сноха мордовская, я должна вести этот праздник. Она пришла, приготовилась и открыла мордовским приветствием наш праздник. Также внесли такой чудесный испеченный каравай нашими родителями в форме лепестков. Каждый присутствующий гость попробовал этот кусочек мордовского хлеба. Потом, конечно же, начались песни и пляски с нашими дорогими воспитанниками. Очень много было танцев, песен, поговорок. Были и дразнилки, игры народные мордовские, горшок, продавец и так далее. И, конечно, важно, что одна группа воспитанников подготовила и выставку, посвященную творчеству просветителя мордовского языка Акфсентия Юртова. В конце праздник закончился тоже примечательно, непросто так разошлись. Был большой флешмоб, когда все участники и гости встали и изучали мордовские движения. Замечательно. И столы. В конце было угощение всех гостей. Мы попробовали национальные мордовские блюда, испеченные с творогом пироги, квас, чай. То есть здорово, никто не хотел расходиться. Помню, еще одна была бабушка, которая пришла на праздник. Она с чувством восхищения, со слезами на глазах смотрела на своих детей, которые из ее группы, воспитанницу, и говорила, «Я ведь мордовка, я потеряла свой язык». И благодаря вот этому возрождению, благодаря нашим детям, внукам, мы начинаем окунаться, вспоминать все творчество, что было глубоко спрятано и таилось в глубинах души. Поэтому очень приятно это слушать от людей, которые были у нас. И хочется дальше двигаться, хочется выступать и проводить такие вот фестивали. Светлана, но вы вот еще участвуете с детьми и в городских и областных мероприятиях, посвященных мордовской культуре. Расскажите коротко. Да, мы уже третий год подряд участвуем в областном мордовском празднике Шумбрат. Вывозим туда детей. Вот сейчас третий раз собираемся во Владимирский парк. Готовим туда наши номера. А также посещаем фестиваль мордовского творчества детей и молодежи. Вот в позапрошлом году Сиянь Боягень, это серебряные колокольщики, если в переводе. И Эргинемы были тоже в прошлом году на фестиваль. Были участниками. Нам очень понравилось. Там было много коллективов. Мы тоже выступили своим танцевальным номером. Дорогие телезрители, садик Рябинка не мог оставить вас без сюрприза. Ведь Светлана приехала к нам своими воспитанниками. Представьте, пожалуйста. Это ребята нашего чердаклинского детского сада номер 5 Рябинка. Представители двух групп Почемучки и Белоснежка. И сегодня они привезли нам два номера. Это танец и песню. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Светлана, ну что ж, а теперь объявите наш танец. Танец с свинками исполняет группа Белоснежки. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Мы прощаемся с вами И я напоминаю, что наша программа Выходит на канале Уллправда ТВ В записи эту программу Всегда можно посмотреть на канале Уллправда.ру До свидания, вас Томазонок!